Валерий Валиев – творческий человек. За свою многолетнюю деятельность он отмечен наградами. Лауреат Международной премии Александра Небольсина, почетный работник общего образования, заслуженный испытатель космической деятельности, академик Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения. В писательской среде он пользуется большим уважением. Как признается сам юбиляр, самым главным трудом стала книга о любимом городе. Конечно же, подготовка и работа над книгой – она по городу воинской славы. Потому что именно нам, краеведам и историкам, удалось собрать тот материал об истории нашего города, который позволил администрации города и Совету ветеранов городскому подать документы на присвоение Анапе городу воинской славы. И работа над этой книгой мне позволила более глубоко узнать нашу боевую, воинскую историю, вклад Анапы в общую историю военную нашей страны. Поздравить юбиляра пришли многочисленные гости – коллеги по космодрому и боевому братству, педагоги и ученики гимназии «Аврора», а также молодежная организация «Радмир». На встрече была представлена интересная выставка многочисленных наград и писательских работ Валерия Александровича. Впрочем, знаменитый краевед не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас в разработке очень серьезный и важный проект. Последняя работа, которой сейчас работаю, вместе с темрюкскими, город Темрюк, с обществом несовершеннолетних, бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Мы собрали почти 200 воспоминаний бывших малолетних узников фашистских лагерей. И вот надеюсь, что скоро выйдет такая книга, вот их воспоминания, вот об этом страшном периоде. Даже в свои 75 Валерий Валеев остается энергичным и бодрым. Он все время в поисках чего-то нового, признает, что постоянное движение вперед и есть секрет его успеха в жизни. Движение – это жизнь. Поэтому надо двигаться, надо участвовать в разных мероприятиях. Не сидеть, как лягушка в болоте, а надо участвовать, выступать, предлагать что-то и делать самому. Поэтому я вот в свои 75 лет почти 10 раз могу подтянуться на турнике. А вы, молодежь, вот в ваше время можете подтянуться хотя бы 5 раз или 10. Поэтому движение. Главное – двигаться и участвовать во всех интересных делах.